ой ой привет привет я так рада, что ты пришла да ну конечно конечно я все понимаю много дел как твои дела? давай я тогда расскажу как у меня дела в общем у меня столько новостей я очень многим хотела с тобой поделиться очень много новостей что? мне интересно да ну ладно тогда ты лучше расскажи как у тебя дела что у тебя что интересного мне кажется, у тебя должна быть очень насыщенная жизнь да не хочешь рассказывать? ну ладно что? лучше сразу к делу да ничего страшного давай тогда сразу к делу сейчас я все подготовила все как ты и просила реферат вот он реферат там же эссе ну и я не знаю зачем тебе в двух экземплярах но я в двух написала я подумала что в двух экземплярах лучше будет если там немножко будет разное чуть-чуть еще добавила от себя побольше в тени умозаключения ну немножечко изложила по-другому ситуацию ну в общем я так увлеклась столько радости что я увлеклась и написала твои эссе ну не знаю возможно ты захочешь выбрать какое-нибудь одно поэтому у тебя как раз будет на выбор так сказать да, все там, конечно да сначала реферат а потом эссе я думаю тебе понравится знаешь если вчитаться возможно ты когда будешь отвечать устно разовьешь мысли там можно очень много на самом деле от тебя добавить да да, реферат ты сказала чтобы он был емкий но да я все так и сделала я пока не знаю но мне кажется что лучше когда не одна вода да ты простила чтобы было много всего но мне кажется очень главное это лаконичность ну как знаешь в общем я все подготовила держи возьми пожалуйста ну давай посмотри ты можешь поближаться глазами мне кажется это очень интересно потом так потом да что еще да, я все помню я записала следующее это по-русскому да это была домашка твоя я все сделала знаешь у тебя очень маленькая тетрадочка у меня если честно вышло сильно много и мне кажется уже нужна новая потому что еще еще одно домашнее задание мне кажется не останется хочу дать тебе совет знаешь лучше брать тетрадочки где-нибудь 60 листов потому что ну это же какое-то маленькое 13 листов и тетрадка ты что русский язык настолько необъятный что как минимум нужна большая тетрадка да ты права это не мое дело не снини пожалуйста да это верно но это просто я подумала что возможно тебе пригодится мой совет ну ну ладно единственное ты лучше знаешь конечно да посмотри потом посмотришь да ладно что ты все ты уже пошла ой подожди пожалуйста я вообще если честно очень ну ты просто такая очень популярная очень популярная и красивая и я очень волнуюсь не знаю даже как сказать потому что я очень долго готовилась знаешь и в общем я начну да надо быть уверен в своих силах мне так всегда да мама говорит это правильно очень ну да я понимаю конечно побыстрее ты торопишься извини пожалуйста так вот лучше бы записала мне когда же всегда мысли легче на бумаге излагать тут я немного волнуюсь ну в общем я давно очень хотела тебя спросить даже наверное пригласить да не подумай ничего ладно ближе к делу в общем у меня дома состоится вечеринка что? нет нет это не такая нет 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 это пижамная вечеринка в общем ладно я приглашаю тебя к себе на ночевку ну мы с тобой довольно давно общаемся и я подумала что было бы здорово мне узнать чуть-чуть немного поближе ну может быть мы могли бы стать хорошими друзьями все-таки не в первый день знакомы да нет подожди подожди послушай послушай я тебе все расскажу возможно ты передумаешь да ладно ладно отлично в общем у меня будет верховная вечеринка нет нет я не одну тебя позвала я позвала еще с дополнительных по физике девочек ну нет ты что я не хожу на дополнительные по физике я их веду да это как бы мой факультатив иногда я провожу дополнительные по физике учитель поставит потом мне это ну как в аттестате будет рекомендация я просто решила что у меня физика такая увлекательная наука и я очень было бы приятно чтобы кто-то все-таки тоже проникся ты точно наука и поэтому я на добровольных началах но это очень интересно я вообще ни разу не пожалела да прости прости я иногда говорю о науке да да меня иногда заносит ну так вот я позвала да дополнительных еще девочек вообще они сказали что придут но знаешь там очень у нас часто меняются девочки потому что дополнительные чаще всего на них отправляется неуспеваемость и поэтому ты знаешь ты же была да ну вот да мало кто идет по собственному желанию вот и поэтому я не знаю точно придут или нет но я всех позвала вообще сказали что придут ну ты знаешь это же тоже дело каждого мне если не придут то я конечно ну я бы очень была рада что ты придешь это не все это не все а что мы будем делать там это очень хороший вопрос очень хороший вопрос моя мама испекет пирог я знала что ты так скажешь я знала что ты так скажешь да он безглютеном я уже знаю что ты не ешь с глютеном это да на кокосовом молоке я маму попросила это обезжиренный безглютеновый пирог на кокосовом молоке ну яйца это наверное обычные не перепелирные но это же небольшая разница на самом деле количество перепелиных яиц нет например два стандартных они же почти ничем не отличаются но подожди если для тебя это очень важно я могу попросить чтобы на перепелиных конечно но если для тебя это очень важно то я готова идти навстречу все таки мне кажется мы с тобой могли бы подружиться но я конечно вперед сбегаю подожди подожди это еще не все еще не все что еще значит пирог и самое интересное у меня есть я уже собрала коллекцию научно-фантастических фильмов мы будем смотреть научное кино оно не просто научное оно рассказывает про материю представляешь как это увлекательно это будет очень 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 интересно ты представляешь смотреть научные фильмы под развлекательным углом это же шедевр нет если тебе совсем не нравится давай мы посмотрим фильм который ты хочешь например а можно посмотреть два это шедевка это так много времени еще мы будем пить какао естественно на обезжиренном молоке я подготовилась я знала, что ты спросишь если какао то можно зефир а можно и без зефир тогда это уже по желанию я очень люблю зефир на самом деле надо следить за фигурой это важно, я согласна и еще самое интересное это не все, что я рассказала я сам интересная итак я попросила у мамы пижаму это же будет домашняя вечеринка и естественно она пижамная если будет в пижамах еще обязательно волнуясь забыла сказать тебе нужно будет обязательно взять подушку потому что у меня подушек вот падают на каждой семье вот и поэтому обязательно возьми подушку чтобы тебе было удобнее так вот у меня новая пижама я попросила маму купить мне пижаму и мне кажется ты оценишь мне кажется все как ты и говорила она такая кокетливая но нет она очень милая поэтому мама согласилась вообще такой красивый пижамы такой кокетливый у меня никогда не было сейчас я тебе покажу смотри она с медведями я ее померила надо еще будет покладить постирать но все-таки с магазином мне так не терпелось я даже стирку маме не отдавала чтобы ты посмотрел а то она пока сушится будет смотри какие тут милые медведи такие плюшевые пляжи смотри пижамы на племпельках я бы вообще не стеснялась будь мальчиком так как мы будем девочками я думаю что я расслаблюсь и меня пройдет стеснялась да, я по-борисски страхиваю вот, смотри и вообще, она короткая думаю, дома можно ничего такого никто же не увидит но только прошу без фото потому что я все-таки немного стесняюсь но какая у нас будет вечеринка ну, это короткая на предплечку что ты скажешь? мне кажется, ты оценишь знаешь, я просто... ну да, я понимаю, что это не жалко это же не особо разница шелковая или нет? наверное, у тебя пижама очень красивая шелковая, да? просто ты знаешь, что хлопок все-таки экологичнее и приятнее к телу чем шелк тем более он скатывается неудобно спать а у тебя все же и простыни а как ты не скатываешься? ну да, глупо ты права ну, ведь у тебя может быть твоя пижама у меня моя я все равно буду чувствовать тебя очень откровенно может быть, для начала я вот такой а может быть, когда-нибудь и что-то поинтереснее у тебя есть у тебя есть у тебя есть нет, нет, нет это еще не все нет, это еще не все что еще сейчас ну, как бы о вкусняшке я тебе рассказала по напиткам рассказала чем заниматься но это не все вообще у меня будет первый раз пижамная вечеринка да и в принципе вечеринка тоже в первый раз а у тебя, наверное, очень много было вечеринок, да? это неудивительно, конечно мне кажется, хоть кто бы пришел к тебе на вечеринку а пижамные тоже были? а у меня и чем вы занимались на пижамных вечеринках? обсуждали мальчиков, да? но мы тоже можем пообсуждать что такое а что еще? что делали? бьюти процедуру так ты не дослушала конечно же мы тоже будем делать бьюти процедуры естественно сейчас тадам посмотри, сколько у меня масок вот такая масочка это питательная маска молочная буты красивенькая такая это вот с коровкой а потом другая вот такая это антиоксидантная маска зеленый чай и третья увлажняющая маска кислота и третья увлажняющая маска кислота добавок все-таки это кожа но она все подходит если кто-нибудь еще придет я могу поделиться своей маской ну или, например мы можем сделать маску сами вообще тканевые масочки но можно же сделать маску из домашних продуктов она будет натуральной натуральной и действенной ты слышала по маску из лука ты знаешь, что лук не лук, да? ну, может, и не лук а сметана сметана отлично увлажняет так что, в принципе, она еще будет натуральной ну да, ты права, чтобы не заморачиваться мы тоже устроим бьюти процедуру и мы там уже разберемся вообще, я недавно попробовала тканевую маску мне очень понравилась потому что, да, я согласна это удобно а экономично время не так расходуется да но натуральная маска куда полезней нет? да, конечно посмотри а тебе в зегле любую держи не так а т три ты почитала? как не фирменная? фирменная я сейчас посмотрю какая фирма что? неизвестная фирма ты знаешь, главное же не бренд а состав не понравилось я просто не очень разбираюсь в брендах поэтому я но с другой стороны, это же маска ну да а ты знаешь если ты очень хочешь если тебе будет не сложно ты можешь принести свою маску а я сделаю свою и мы все равно будем обе в масках да ты что? у тебя целый чемодан со всякими масками баночками у меня столько нет не обязательно брать все ты можешь взять только то что тебе понадобится тебе все понадобится в таком случае как хорошо, что мы с тобой очень близко живем и ты можешь взять тебе понадобится ну что ты скажешь? ты придешь тебе подумать надо ну хорошо ты подумай и мне напишешь на тот же номер где ты мне пишешь какую домашку сделать что еще надо ладно ну тогда до завтра я буду ждать приходи будет весело правда до завтра ну ладно пихать 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 не знаю это я вы не знаю